На связи с нами директор Центра Европейских Инициатив Евгений Кристофович с нами. На связи Евгений, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Касательно итог встречи для Киева в Брюсселе мы еще поговорим, потому что это более обширная тема, но тут мы видим фидбэк и обновление этих новостей, ну, я бы сказал, чуть ли не каждый час. Вот инициативы некоторых стран, говоря сейчас о Польше, касательно того, чтобы как можно скорее Украину приняли в НАТО. На практике, как оно может помочь Украине, а, быстрее вернуть территории по состоянию 1991 года, международно признанные границы, и вступление в НАТО после этого? Что касается возвращения территорий, то это всецело в руках ВСУ, а от НАТО, возможно, зависит, ну, невозможно, конечно, очень серьезно, зависит поставки вооружений. Необходимых украинским вооруженным силам для того, чтобы операция завершилась успешно. Здесь, конечно, надо понимать, что ни страны-члены НАТО, ни Альянс, собственно, никак не могут вмешаться в этот процесс более интенсивно. Что касается вступления Украины в НАТО, об этом говорил и президент Зеленский, и, в общем, это достаточно хорошо известно во всех основополагающих документах НАТО, об этом записано, что критерием для вступления страны в Альянс является, а, во-первых, ее неучастие в какой бы то ни было текущем вооруженном конфликте, и второе — это полный контроль над своей территорией. Поэтому вот эти два серьезных вызова, которые для вступления в НАТО первыми необходимо решить. Это не единственное, там есть еще, безусловно, но вот эти два самые важные, но и потом, конечно, для Украины важнее всего — это восстановление контроля над своей территорией, защита своего населения, а уже вступление в НАТО как последующие гарантии коллективной безопасности — это вопросы уже, на самом деле, мирного времени. Сейчас важно сотрудничество с НАТО и поставки вооружений. Если говорить о уже итогах встречи в Брюсселе, также стоит на этом акцентировать внимание, потому что Йенс Толтенберг, в свою очередь, очень много важных заявлений сделал. Сейчас одно и обсудим. В свою очередь, страны Запада предоставили Украине помощь, которая позволит деоккупировать свои территории, однако недооценивать подготовку России к контр-атаке вооруженных сил Украины нельзя. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Толтенберг. По его словам, союзники не сомневаются в возможностях ВСУ. Давайте послушаем прямую речь и обсудим. Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статично долгое время. Российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения запланированного контрнаступления вооруженных сил Украины. Йенс Толтенберг, генеральный секретарь НАТО. И стоит отметить, что практически все международные партнеры, которые поддерживают суверенитет Украины, которые помогают Украине в защите своих территорий, в отбитии, отражении российской агрессии, они также говорят, что с Украиной до победного до конца, до возвращения территории по состоянию 1991 год. Но в чем тут может быть трудность самая большая, по вашему мнению? Я имею в виду, а, это дипломатический фронт, б, либо это военный фронт? Мне кажется, что на дипломатическом фронте Украина уже победила, потому что, несомненно, успехи вооруженных сил Украины, а самое главное, это практически стопроцентная воля народа Украины к борьбе и к победе, они очевидны для всех на этой планете. По-моему, уже. У меня нет сомнений, особенных в этой части. То есть, сомнения остаются у тех, кто боится России. Этот страх тоже понятен. Мы это даже здесь в Эстонии немного видим, хотя Эстония относится, конечно, из стран НАТО к одной из наиболее оптимистично настроенных по отношению к последующей интеграции Украины в НАТО и в ЕС. Но, тем не менее, у нас здесь тоже есть голоса, которые, например, опасаются. Ой, слушайте, давайте, может быть, мы как-то будем этого агрессора не раздражать. Я, мне эти разговоры, в принципе, непонятны. Но с Толтенбергой я поддерживаю, кстати, вот это его последнее заявление, которое вы процитировали. Я считаю, оно очень правильное для западной аудитории. Правильное в той части, что он ясно указывает на то, что этот противник по-прежнему очень сильный. И победа над ним — это серьезная задача. Не стоит ожидать, что она будет вот прям Москву за три дня. Нет, нам, конечно, всем бы этого хотелось, но это потребует еще дополнительных усилий. Не стоит ожидать, не стоит предъявлять вооруженным силам Украины требовать, что ну, а чего, как уже, вот возьмите, идите там, к 9 мая уже не получится, да, там, не знаю, к 1 июня, к 1 июля, и ставить вот подобные задачи. То есть нужно понимать, что это комплексная, важная и очень сложная задача, которая стоит перед вооруженными силами и перед всей сопротивляющейся страной. Я бы подчеркнул здесь еще и роль всего населения Украины, которое героически сражается. И это важно, чтобы западная аудитория, которая слушает Столпенберга, это понимала. И вот вы сказали, что Украина на дипломатическом фронте уже победила. И в подтверждении этому в целом мы видим уже реакцию членов Альянса НАТО. В свою очередь, Йенс Столпенберг, генсек Альянса НАТО, сказал, что все страны НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс. Вопрос состоит только в том, когда это произойдет. Слушаем прямую речь и обсудим. И напомню также, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, что не сможет стать членом НАТО во время войны, развязанной Россией. Однако, хочет получить четкий сигнал о том, что обретет членство в Альянсе после нее. И тут Владимир Зеленский в целом озвучил то, на чем стоит акцентировать внимание. И ведь победа Украины также в свою очередь зависит не только от вооруженных сил Украины, но и также от партнеров Украины и будущих партнеров в Альянсе НАТО. В Европейском Союзе вы видите сигналы того, что там это осознают и делают все возможное для того, чтобы эта победа была как можно быстрее, дабы сохранить большую часть жизней украинцев? Безусловно. На сегодняшний день, уже здесь в мае 2023 года, это действительно прорывной результат, что все национальные правительства стран-члены Североатлантического Альянса высказывают поддержку пути Украины в НАТО. То есть, если бы мы отмотали сейчас ситуацию на и февраль 2022 года, а уж не говоря о ситуации до полномасштабного вторжения России в Украину, скептических голосов было куда больше. Возможно, у этого были и рациональные какие-то соображения, потому что все-таки Украина рассматривалась и в контексте, например, какой-то той же Грузии. То есть, мы видим сейчас, насколько в Грузии, скажем так, двухвекторная, как минимум, внешняя политика и попытка помощи России в обходе санкций. Вот в том же самом подозревали и Украину. Ну, ситуация, конечно, изменилась значительно. И поэтому сейчас уже национальное правительство сомнений практически не высказывает. Очень важно сейчас это зафиксировать на саммите в Вильнюсе, потому что эти саммиты имеют важное политическое значение в том смысле, что декларации приняты там, даже если они содержат только несвязывающие обещания. То есть, все стороны согласны с тем, что Украина должна в обозримом будущем стать членом НАТО. Это уже будет очень важным пунктом, потому что это означает необходимость создания конкретных дорожных карт. И это нельзя будет игнорировать, и это будет имплементироваться. И этот вопрос будет постоянно со ссылкой на решение Альянса постоянно так или иначе прорабатываться. Да, конечно, есть более оптимистичные, более скептичные, настроенные стороны и внутри Альянса. Возможно, ситуация в Украине тоже еще политическая. По этому поводу в части конкретных требований, может быть, будут разные мнения. Это все естественный процесс вступления и присоединения крупной организации, которая и дает большие права и налагает большие обязанности. Но, тем не менее, вот этот важный политический шаг, он должен быть совершен на саммите в Вильнюсе. В свою очередь, мой коллега Алексей Мацука, шеф-редактор телеканала «Фридом», он был в Брюсселе на всех этих переговорах, на всех этих площадках. И он ранее в эфире «Фридома» сказал короткий такой обзор, короткий вывод того, что стойкость армии Украины – это приоритет Европейского Союза. И вот можно ли сказать, что после вот этих всех саммитов, после всех этих встреч, те цитаты, которые мы послушали от Йенса Столтенберга, можно ли сказать, что таких формулировок, как «снарядный голод», как «недостача тяжелого вооружения», необходимого для контрнаступления, для деоккупации украинских территорий, это, к слову говоря, и были запросы не только от Офиса Президента, не только от Генштаба вооруженных сил Украины. Это был запрос напрямую от Валерия Залужного, главнокомандующего вооруженными силами Украины. Можно ли сказать, что вот эти проблемные вопросы уйдут в небытие? Я очень надеюсь, что так и будет. Конечно, это зависит еще от многих технических вопросов, потому что то количество танков, то количество снарядов, то количество умного оружия, которое необходимо поставить Украине сейчас, выяснилось, что у всего НАТО его не в достаточном количестве. Но такие страны, как Эстония, могут позволить себе отдать все, что у нас есть. И Украине, но, может быть, в, скажем, такие страны, как Германия, Франция, Турция, в том числе, они несколько более в этой части ограничены, и они же, по сути, производят и поставляют в конечном итоге это оружие, с одной стороны. С другой стороны, с политической точки зрения, то есть здесь уже стало для всех совершенно очевидно, что главная опасность, которая исходит для европейского континента, военная опасность, с которой НАТО призвано, в принципе, бороться, эта опасность исходит от Российской Федерации. Мы здесь, в странах Балтии, в Эстонии, Латвии, Литве, мы говорили об этом постоянно, Польша, но нас считали скорее лармистами, что у нас исторические боли, связанные с Россией, безусловно, они у нас присутствуют, и мы переоцениваем ту опасность, которая от них исходит, солить деньгами Россию просто, и как бы она там успокоится, и вот этот вот гибридный режим будет сам спокойно трансформироваться еще сто лет, и через сто лет это будет прямо Швейцария. Вот это понимание в европейских коридорах власти стран Североатлантического Альянса, оно на самом деле превалировало. Многие политики признали, что это было ошибочно. Вот доктор Ангела Меркель, бывший канцлер ФРГ, которая была одним из апологетов этой политики, она сказала, да, мы ошибались, а они оказались совсем отбитыми, простите. Ну, это прямая цитата, тут как бы уже не вырвешь из контекста. Немножко творчески обработанная, но Меркель сказала примерно так. Но в свою очередь, смотрите, тут же еще очень важный момент, ведь мы говорим о дипломатической работе, которая просто на стороне Украины и Украине получилось не то, что переубедить, а донести все то, что творит Российская Федерация в Украине раз. Мы видим, как вооруженные силы Украины доблестно сражаются ежедневно, видим об этих победах, и вчера, по-моему, да, вчера Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что поблагодарил вооруженные силы за их работу и сказал очень четкий и важный месседж, что вооруженные силы Украины, такой маленькой страны Украина по сравнению с Россией, доказывают всему миру, что Российская Федерация далеко не вторая армия мира. И это все очень хорошо, но тут еще есть и те темы, которые трудно обсуждать и к которым трудно прийти. Я об зависимости того же Европейского Союза от российских энергоресурсов, от сырья, от удобрений, да, Российская Федерация максимум жмет на самые больные точки касательно зернового соглашения и так далее. Вот скажите, тут, по вашему видению, по вашему мнению, рычагов влияния от Европейского Союза на Российскую Федерацию достаточно ли, чтобы не только на фронте побеждать, на дипломатическом фронте побеждать, но и в таких экономических вопросах. Как ни крути, Российская Федерация страна огромная, ресурса очень много, сырья очень много. Ну, этого не скрыть, это есть правда. У России есть единственный шанс быть второй армией мира, если мы согласимся. Ну, по определенной шкале, наверное, придется согласиться в том, что первая армия мира будет украинская, потому что российская сейчас украинская проигрывает, это очевидно. Так что вот в этом противостоянии она точно вторая. И это же на самом деле вот этот факт, который, наверное, тяжело было поверить до февраля 22-го года многим, мне, пожалуй, тоже. Но, тем не менее, мы все должны признать очевидное, вот украинская армия побеждает. Второе важное, на самом деле, важный урок, который мы вынесли из этого военного конфликта, это то, что Россия сейчас является абсолютным мировым чемпионом по санкциям экономическим и политическим, которые были введены против этой страны. И ее экономика практически не на 100%, но в значительной степени фактически выключена из мирового товарооборота, за исключением единичных стратегических товаров, которые просто невозможно было бы полностью игнорировать. И что? И ничего для мировой экономики такого экстраболезненного не случилось. То есть на самом деле, если мы просто посмотрим трезвым взглядом на то, какую долю российские экспорты и импорт занимают в мировом ВВП, мы увидим, что достаточно маргинальную. Не Китай, мягко говоря. И что касается будущего, то, во-первых, санкции не будут сняты в сию секунду, даже если война завершится полной победой Украины, они будут сниматься постепенно и в обмен на серьезные уступки российские и на серьезные реформы, которые эта страна должна провести для того, чтобы вернуться в клуб более или менее цивилизованных стран. И возможности экономического давления и контроля за тем, чтобы ее действия, по крайней мере, не создавали проблем для, в том числе, продовольственной безопасности, энергетической безопасности Украины и других стран, в том числе стран-соседей Российской Федерации, это в силах мирового сообщества на самом деле осуществить. Мне кажется, что сейчас в этом тоже сомнений не так уж много. Евгений, я очень благодарен за то, что вы присоединились к нашему эфиру. За ваши комментарии напомню, директор Центра европейских инициатив. Евгений Кристофович был напрямую в связи с нашей студией.